Рим Есть мнение, что Рим не только столица Италии. Рим – один из красивейших городов Европы и мира в целом. Там можно найти примеры построек античного времени, средневековья, эпохи Боровка, кварталы современной застройки. Город поражает своими улицами, фонтанами, музеями и находящимися в них величайшими произведениями искусства. Однако почему говорят, что Москва – это Третий Рим? А где тогда Второй Рим? Давайте посмотрим. Город Рим был основан в 753 году до н.э. Это один из самых старых городов Европы. Он был столицей одного из сильнейших и крупнейших государств Древнего мира – Римской империи. Еще в античности, в третьем веке н.э. Рим называли вечным городом. Величие Древнего Рима заключалось прежде всего в его обширной территории, вместившей почти все известные тогдашнему миру страны и народы Средиземноморья, в высокой степени культуры, образования, сильной экономики, активной торговли. Это порождало в современниках убеждения в незыблемости созданного порядка. Однако в результате набегов варварских племен город Рим был разграблен и сдан в 455 году н.э. Римская империя пала. Новым Римом стал город Константинополь, своеобразный наследник вечного города. Столица Римской империи была перенесена в Царьград императором Константином Великим еще в IV веке. До XV века Византийская империя была центром торговли, образования, науки и культуры всей Европы. Тесными были ее отношения с древнерусским государством. Константинополь стал в глазах русских людей Вторым Римом. Этот Рим окончательно пал в 1453 году во время нашествия турок-сельджуков. Почему же Москва называется Третьим Римом? После освобождения от Золотой Орды в 1480 году, окончательного объединения разрозненных уделов в Большое Московское государство, а также женитьбы великого князя Ивана Третьего на Софье Палеолог, племянница последнего византийского императора, русское государство стало одним из сильнейших государств в Восточной Европе. Позже сложился обычай коронования московских государей по византийской традиции и произошло принятие византийского герба в виде двуглавого орла. Сама концепция Москва-Третий Рим впервые была сформулирована в начале XVI века старцем псковского монастыря Филофея. Старец Филофей ставил московского князя в один ряд с императором Константином Великим, называя последнего предком великого князя. Филофей писал, что первые два Рима погибли, третий не погибнет никогда, а четвертому не бывать. Так Москва стала третьим Римом. На том и стоим.